Всем привет, ребята, с вами Андрей Склавец, приветствую на пятой серии обзора модов в Икре Майнкрафт. И сегодня я бы вам предоставил мод под названием Изи Эмераль, который добавляет нам, можно сказать, три вида броней и три вида оружия. Ну, что ж, погоди, поехали, да. Во-первых, давайте начнем, наверное, с брони. Это рубиновая броня, это эмеральная броня, то есть изумрудная броня. Все крафтится как обычный шлем, как обычный нагрудник, все крафтится. Только задействуются уже эмеральны, то есть изумруды, давайте их так называть, и рубины. К рубинам мы немножечко попозже вернемся, и я расскажу их, как вообще их добывать и как их вообще нужно делать. Ну, в принципе, давайте, наверное, возьмем немножечко себе брони и посмотрим вообще, сколько она добавляет. Плюс три и плюс еще твердость, сопротивление отбрасывания, в принципе, как и незеритовой брони. И вот так, в принципе, она выглядит прикольно, интересно, красиво достаточно. Достаточно прикольно, да. И изумрудная, следующая изумрудная. Она уже нам не добавляет никакие эффекты по типу твердости брони или сопротивления отбрасывания. Так что просто будет, если сравнить, в принципе, с рубиновой, то они по добавлению брони ничем не отличаются, в принципе, все одинаково. Выглядит тоже, в принципе, красиво, но мне кажется, даже... Нет, они все-таки одинаковые по красоте, может даже изумрудная получше будет. Ну что ж, давайте к следующему приступим. Следующий у нас на очереди это, ну, наверное, обычные всякие крафты по типу оружия, например, киркали, меч или лук, да. Для того, чтобы сделать изумрудный лук, нам нужно лук и сам изумруд. И мы получаем Emerald Bow. Вот такой лук. Он, в принципе, ничем не будет отличаться от обычного лука. Все тот же, скорострельность не изменяется. Ничего интересного эффекта не добавляется. В принципе, тоже самый лук, только просто изумрудный. Да, жалко, конечно, что не добавили никаких интересных эффектов. Было бы прикольно. Но все тоже мы проворачиваем и с рубиновым луком мы также все делаем именно на кузнечном столе. И мы получаем рубиновый лук. Но, в принципе, они, кстати, смотрятся очень красиво достаточно. Ну, следующий, в принципе, у нас крафт. Это обычный. Это изумрудный меч, кирка. Вот меч кирка. Это у нас топорики. Вот топорик у нас. Лопатки. В принципе, давайте посмотрим вообще на меч. Хотя бы, к примеру, вообще, как он выглядит, как он сочетается, например, с изумрудной броней. Прикольно, достаточно интересно. В принципе, этот изумрудный меч, он равен поселии, как железный меч. Только крафтится из изумрудных. Ну, я думаю, железный меч будет получше, да. Но это всего-то обычные крафты, которые очень достаточно неинтересны, в принципе. Топор, кирка, меч, это все стандартно. Давайте уже перейдем к другому. Это мотыга, если что. Кстати, тут почему-то мотыга и не положил. Ну, да. Вот, короче, как выглядит изумрудная. Вот, точнее, рубиновая. Ну, изумрудная, я думаю, вы знаете, как выглядеть. В принципе, не надо. Ну, а теперь мы подошли уже к более интересным крафтам. Это четыре крафта. Достаточно очень интересных, я считаю. Это изумрудный эскаватор. Если дословно так прям переводить. Это как обычная лопата. Но, 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 но. Обладает достаточно очень интересным таким свойством, которое я сейчас вам, наверное, продемонстрирую где-то. Я не приготовил для себя землю, потому что я тут, в принципе, в джунглях. Мне это особо и не нужно. Обладает такой же силой, что вы можете три на три копать. То есть, как вы видите, медленно копает, но вскапывает сразу три блока. Вот, три блока сразу вскапывает. Достаточно интересная способность. И по прочности она, в принципе, насколько я понял, она равна алмазной броне. Да, пожалуйста, weather. Ясная погода мне, пожалуйста. В принципе, она ничем не отличается по прочности, наверное, от алмазной или незеритовой. Лопаты. Так что она замечает себе вот эти три на три. Следующий, ну, в принципе, вот изумрудная, это та же самая. Точнее, рубиновая здесь. Тут пять урона, тут у нас четыре урона. То есть, получается, что рубиновая у нас даже сильнее. Ну-ка, давайте, я даже, кстати, это не помню. Не проверил. Да, у нас рубиновые вещи, они у нас будут немножечко посильнее. Ну, и крафтить, конечно, будет немножечко подруднее. Рубин сам по себе, я потом объясню, почему. Дальше, эмеральд хаммор, то есть, молоток. Молоток. Отбойный молоток, можно так сказать. Давайте, допустим, ну, к примеру, на камни проверим. Это как кирка, но вскапывает она, опять же-таки, три на три блока. Вот, три на три блока. В принципе, и давайте сейчас я, наверное, хотел бы вам продемонстрировать сравнение между изумрудной, к примеру, изумрудным молотком и рубиновым молотком, и посмотрим, какой же вообще, ну, по сути дела, быстрее копает, наверное. Ну-ка. Ну, да, рубиновый, понятное дело, намного быстрее копает, вы можете это сами, думаю, заметить, но это достаточно, знаете, прикольная штучка, свойство, то есть, три на три, потому что это очень полезно для, наверное, для делания шахт. Те, кто любят делать вот так шахты, строить их, прикольно, это достаточно хорошо подойдет, три на три, ну, именно, только прямо. Если будете копать вниз, будет немножко уже труднее. Так, ну, эти обычные предметы давайте мы туда приложим. В принципе, тут четыре урона, тут пять уронов, в принципе, и скорость атаки одинаковая. Дальше, это у нас прям вообще офигеть какой издевательский крафт, конечно. Мы получаем Эмиральд Пексель. И, да, то есть, можно сказать, я даже не знаю, как это вообще можно перевести, это что-то изумрудное, изумрудное, наверное, давайте я назову его по-своему, изумрудная совместимость кирки, топора и лопат. Ну, потому что тут совмещается, как вы видите, кирка, топор и лопата, вот такой крафт, вот именно в таком гадском порядке. И, в принципе, вы, можно сказать, получаете предмет, в котором совмещены три базовых предмета. Это кирка, топор и лопата, еще раз повторюсь. И, опять же, таки изумрудное. То есть, он может использоваться как лопата. Вот, как лопата. Лопата, пожалуйста. Как, не знаю, к примеру, как кирка. Но, знаете, для кирки он какой-то уж слишком мелкий, но серьезно. Может использоваться как топор. Но, знаете, как топор он, по-моему, по скорости, как каменный. Нет, даже как деревянный. По-моему, что-то странное. Как-то ему добавили, все. Не знаю, как-то очень странно сделали этот предмет. Потому что, я считаю, если уж вы совмещаете, извините, у меня настолько сложно достаточно крафт. Потому что для топоран понадобится три изумруда. Для лопаты четыре. Так, еще для кирки семь. То есть, и вам нужно еще это скрафтить, потом это скрафтить. Но, серьезно. И вы получаете, хоть все это и совмещено вместе, но, все равно, я думаю, можно было бы хотя бы для дерева, дать этому, допустим, скорость атаки, как у железного топора. Для кирки, типа, как копать камень. Ну, к примеру, давайте тоже самое, железный хотя бы кирочку. Или хотя бы алмазный, не знаю. Ну, и для лопаты тоже, думаю, немножечко можно было бы и железного добавить скорость атаки. Ну, изумрудная, точнее рубина, опять же, такие, то же самое. Кстати, было прикольно, если бы они еще добавили тут меч, чтобы можно было бы использовать как меч, было бы тоже прикольно. Ну, и последний крафт, который достаточно дорогой, потому что вы используете 9 рубинов, и это в одном блоке, плюс еще 2 рубина, и 2 изумруда, и изумрудный блок. То есть, можно сказать, еще 9 плюс изумрудов. И вы получаете изумрудный топор для дерева. Да, достаточно интересно. Давайте найдем такое, какое-то высокое дерево, например, вот это. Срубим вот эту лиану. И вы, можно сказать, получаете вот такой топорик. Вот такой топорик, который очень быстро просто вам может обыть древесину, всего одним ударом. Точнее, если вы один раз ломаете влог, вы сразу получите все дерево. Топай, капай, рубит он наравне, мне кажется, с каменным топором. Где-то так. Да, ну, немедленно. Но все равно, мы, можно сказать, получаете все дерево. Это достаточно очень интересно. Ну, и рубиновый, в принципе, такой самый. Он будет немножечко, конечно же, чуть-чуть быстрее. В принципе, тут ничего, думаю, демонстрировать им не нужно. Но все равно, давайте продемонстрировать, что все немножечко... Нифига себе, стоп. Что, прям так быстро? А нет, стоп, дайте мне лиану сломать, она мне здесь. Срано, а почему так получилось очень быстро тогда? Может быть, это как-то лиана действует? Реально, а что это за фича такая прикольная? Лол. Я это, кстати, когда проверял, что такое... Короче, ребят, я не знаю, что это, но... Слушайте. В следующий раз... В следующий раз... Я, наверное, для обзора модов не буду брать джунгли, потому что постоянно изменять в серии... Реально, если вы, получается, ломаете с лианой, или это не обязательно лиана? Нет, это, наверное, прикол такой действует только с лианой, реально. Потому что если вы с лианой... Хорошо, а если эмиральдовский? Мне просто нравится называть его эмиральдовским. Да, это, конечно, самая прикольная штучка. Ладно, ладно, прикольно, прикольно. Ну, это мы давайте все уберем. Следующее, что мы будем обзоревать, это тоже третий вид оружия и брони. Это обсидиановое. Прикольно выглядит, прикольно. И что мы получаем? Мы получаем еще плюс твердость к брони. Да, я не надел, потому что я не снял вот это. В общем, в принципе, мы получаем то же самое, что и изумрудная броня, только плюс еще твердость к брони. Можно сказать, что даже рубиновая броня, она по себе даже может быть даже чуточку лучше. Почему? Потому что, ну, все же, тут еще плюс сопротивление к отборациям и плюс 0,5 твердость к брони. И пусть тут даже и 4 в сумме будет твердость к брони, а тут всего 2, но все равно это будет, мне кажется, получше. Пусть даже и когда одета броня, одинаково. Но, в принципе, тут так все. Все то же самое. В принципе, лук, обсидиан. Мы получаем обсидиановый лук. Кстати, мне кажется, он достаточно даже из этих трех, мне кажется, он изумрудный. Мне кажется, он даже самый прикольный. Хотя нет, наверное, первое место занимает изумрудный, второй обсидиановый и третий рубиновый. Но все, вы то же самое получаете. Обсидиановый меч, тоже на 6 урона как железный. Но все равно рубиновые предметы остаются все те же сильнее, чем обсидиановый и изумрудный. Да, ну, в принципе, тут все то же самое. У нас есть обсидиановый эскаватор. Я бы не сказал, что он копает быстрее изумрудного. И хотя, может быть, и сказал бы, он, мне кажется, наравне руби с рубиновым, но может быть, даже немножечко хуже. То есть, в принципе, показывать вам еще раз это, думаю, не стоит. В принципе, все это одно и то же. Смысла я не вижу, но все же, давайте, пусть сидя как-нибудь затянется. Будет прикольно. Да, если посмотреть, то он, в принципе, по скорости равен изумрудному молотку. Да. Впрочем, все, наверное, обсидиановые инструменты, начиная с вот этого эскаватора и заканчивая, что там, для дерева, топора, они, в принципе, все равны по скорости, как и изумрудный. Ну, я считаю, что нужно было, разработчик этого мода, добавить некоторые интересные плюшечки, например, для обсидиана, обсидианового, изумрудного и рубина, потому что просто тупо добавлять 3 вида новой брони и оружия, ну, плюс еще 4 таких новых вида. Это эскаватор, там, совместимость вот этих трех предметов, молоток для дерева. В принципе, можно было бы сделать некоторые интересные для них прикольчики. Это было бы достаточно интересно. Ну, все то же самое, обсидиан 3x. В принципе, все то же. Давайте еще раз попробуем это сделаем. Реально, я не знал, что с лианой она так работает. О, прикольно, реально. Да, значит, лиана так действует. Ну, и осталось 4 пучинства предмета, которые интересно вам обозреть. Это, во-первых, такие рубин. Да, рубин у нас, скажите, с помощью 4 красной пыли, это, в принципе, легко добывать ее дофига просто в шахтах, и изумруд. С этим может быть немножечко посложнее. Но, в принципе, если вы будете играть с данными модами, допустим, в сборке с другими, хотя я вам достаточно не советую ничего играть с этим модом, потому что, ну, в смысле, для сборки этот мод, в принципе, хороший, да, можно сказать, разнообразие какое-то, но все же он особо ничего не добавляет, кроме эскаватора и топора для лиановых деревьев. Но все же, и советую, это, да, прикольно, можно поиграть как-то в сборке. В общем, что я хотел сказать насчет этого крафта рубина. Красную пыль, как я уже сказал, ее достаточно легко добыть, а насчет изумруда, ну, я считаю, тоже его легко добыть. Почему? Даже не добыть, купить. Купить у жителей. Так как, знаете, с нововведениями в деревнях, то есть появились новые виды жителей, которые достаточно много чего интересно продают, и также изумруды, то, знаете, вы можете продавать любые, например, предметы, к примеру, как глина. Глины дофига в каждой просто водоеме, в любом, даже в таком маленьком, можно бы найтись. И вы можете просто продавать, вы можете посмотреть мое выживание. Там я просто показывал вам своего жителя прекрасно, который мне за глину, по-моему, за 16 или за 8 глины, мне давал изумруды, и я дофига добывал этой глины, получал изумруды, и куплял даже на эти изумруды. Ты меня бесишь, дочь. Ну ладно, давайте, какая разница, пусть будет дочь. В общем, этот крафтель легкий, если вы попадетесь в нужной деревне с нужными видами жителей. То есть инструментальчик, по-моему, если я не живу. Нет, каменчик, каменчик. Его звать каменчик. Вид этого жителя, это каменчик. И еще два предмета, как громко вы слышите. Это изумрудная картошечка здоровья и изумрудная картошечка для битв. Нет, все же это меня бесит. Надо джуглис, джуглис мини. Короче, что вы получаете? Когда вы скушаете эту картошечку, вы получаете ночное зрение, плюс регенерация 2, плюс насыщенность 2. Ох, как все яркое стало. Прикольно, да. И давайте, пусть пока пройдет эффект. В принципе, крафт, опять же, изумрудная картошечка. Прикольно, достаточно, это как золотое яблочко, только золотое яблочко на минималках в виде картошки. И второе, это сила 2, сопротивление 2 и огнестойка. Это достаточно, тоже очень прикольно. Но, как по мне, самые интересные вещи, это именно вот эти. Потому что они реально прикольные. Они, можно сказать, заменяют нам зелье. Да, можно так и сказать. Но нам их не нужно ни пить, ничего. Нам нужно просто держать в интере. Короче, крафт, 4 золота и один изумрудный посередине. И мы получаем эмираль джу-джу. Какой-то изумрудный джу-джу. И provides water breathing. То есть, он, можно сказать, дает морское дыхание. Как там правильно называется эта книжечка? Подводный дыхание, не помню. И рубит джу-джу. Огнестойкость там, короче. Fire resistance. И давайте, мы не знаем, ну, к примеру, водоем. У нас тут, я уже тестировал в этом водоеме. Ну, в принципе, тестировать огнестойкость, я думаю, не нужно. Смысла нет. То есть, смотрите, какой прикол. Вы. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, мы уже доплыли. Все, найс. Как вы можете заметить, она вообще не снимает пузырьки. Не важно, будь то, он, к примеру, у вас тут. Не важно. Главное, чтобы это, там, можно сказать, эмираль джу-джу, насколько я понял, это, знаете, это, короче, как амулет. Вот, кстати, водное дыхание, огнестойкость. Это плюс еще вот этот. Короче, это как амулет. Можно вот так это считать. Ну, я бы назвал это так. Амулет. Не знаю, что-то какая-то фигня. Короче, камушек какой-то магический. В общем, короче, суть такова. Если вы выбросите его, внимание, сразу начнутся снимать пузырьки. Но еще такой прикол. Если вы его сразу подберете... Нет, я хочу вам просто показать сейчас вот эту штучку. Сейчас пусть у меня снимется несколько пузырьков. Вот. Когда вы его подобрали, и у вас было какое-то энное, допустим, количество пузырьков, оно останется. То есть, вам ничего подводного дыхания будет останется. В принципе, с этим рубиновым амулетом все то же самое. Вы получаете огнестойкость. Да. Опять же таки, независимо. Вам не обязательно держать этот амулет в основных слотах. Вам просто обязательно, можно сказать, его держать у себя просто в инвентаре. Но, в принципе, это вот такой у нас получился обзор модов. Обзор мота. Точнее, да, тут один всего мод. Но достаточно интересный, прикольный, разнообразный. Добавляет новые интересные какие-то виды оружия, брони. Но, все же, это незначительно. Я бы назвал тут самым основным. Это вот эти четыре новых эскаватор. Короче, тут молоточек. Пиксель какой-то. И для топора. В принципе, я бы назвал это самое лучшее. Ну, в принципе, броня. Ну, блин, броня это фигня. Знаете, это можно сказать, как аналоги на зарезах брони. Только, к примеру, это немножечко легче добывать. Хотя, тут мне кажется, более всего легче добывать обсидианы. Тут он самый легкий. Это да. Изумруны уже будет посложнее. Рубины это вообще будет посложнее. Хотя, рубиновый смысл даже вообще не будет крафт. То есть, короче, как для сборки, я вам не советую этот мод. Наверное, больше всего. Ну, а так... Хотя, может быть, и по совету. Не знаю. Если вам нравится добавлять какие-то интересные моды. Просто так, по фану. То, в принципе, этот мод даже можете подойти. Но для глобальной сборки. Для, не знаю, очень часовой игры. Какого-то, не знаю, выживания очень крутого. Этот мод вряд ли хорошо подойдет. Ну, что же, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами Бандрис Игбар, ребята. В принципе, я думаю, в следующей серии мы можем разобрать какой-то мод поинтереснее. Я хочу найти какое-то что-то, полеинтересней. Потому что оружие, броня, мы все обозревали. В принципе, и Звездных Войн мы уже с вами обозревали. Это прикольные гоночные их не машинки. Ну, вновь вам всем спасибо за просмотр. С вами Бандрис Игбар, ребята. Ждите шестой новой серии. Думаю, там будет достаточно интересный мод. Я хочу найти, по крайней мере, достаточно интересный мод. Не маленький, хочу заметить. Хочу какой-то такой большой, наверное, прикольный. Добавляющий что-то интересное. Прям вариант такой. Может быть, новых мобов. Это достаточно будет интересно. Ну, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok